это фаза нет не фаза вообще скейт как бы в тусовке очень любят все на фишай снимать но что интересно когда ты отправляешь работы на как на конкурс очень редко попадают работы с фиша и в основном это какая-то атмосферная локация и такой небольшой скейтик в этом случае больше работа фотографов пришли на спад вот вдвоем да и так и так чего им делать ну вот здесь будем делать чё будем я будем то-то он говорит дай буду делать такой трюк значит у меня стойка вот такая то и вот так я буду задому так я буду передом поэтому зачем меня задом ты вот лучше с этой стороны я окей такой солнце хреново светит давай тогда разворачиваем парк и катаемся с этой стороны потому что мне нужен этот ракурс все разобрались выбрали точку тоже сказали я вот отсюда хочу снимать он говорит так отсюда 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 с этой точки вот такой будет трюк классно смотреться вы такие ну все давай тогда этот трюк какой фазе надо снимать ну когда я вот вот так вот буду там или еще что-нибудь например вот договорились ну и собственно фото эти показываете я думаю для разогрева можно попробовать поснимать без света потому что у нас светит солнце тайном чем можно сделать но и дальше попробуем со светом когда в солнце мы можем попробуем по подсвечивать тени когда в тени мы можем прям полностью такую студийную картинку создать это вот вы выбрали точку попросили атлета встань где ты будешь я сфокусируюсь сфокусировались перевели в мануал и все и держите и потом уже просто снимаете чтобы автофокус потом в общем по техническим всяким нюансом чтобы атлет лишний раз тут не прыгал понятно это как бы не просто стоять ясно да ну как бы ну ты же изначально выбрал чё шаг влево если есть тем более если у вас когда снимаю например сноуборд слаб стайл то я где-то фокусируюсь фокусируюсь на каком-нибудь не знаю на приземлия не таки в зависимости от ракурса да вот либо попрошу встать либо если соревнования я наоборот дырку под закрою все равно там расстояние в горах слишком большие и поэтому можно дырку под закрыть тут у нас видите достаточно все плотно поэтому диафрагма если кому-то нужно открытое лучше ну вот не знаю лучше более точно тогда фокусироваться и конечно не двигаться ну в горах сноуборде я говорю может там немножко вариации там у вас дырка 7 и 1 то может быть так ну и конечно по законам жанра трюк должен быть когда правильно уехал на то есть атлет должен уехать трюк то есть не так он что он сделал ошибку улетела вы таки о прикольно обычно это видно что трюк не сделан это фаза нет не фаза а это фаза ну-ка еще есть да я его вот это круто даже вот ведь динамика больше он такой да вот это классная фото говорит но я берем замочек ставим хб и видите вот у меня например все ровно фигурку видно трюк все окей он не слишком задницей к нам обрежь я вот так уже было бы не интересно то есть здесь у нас идет такая фактурка прикольная поэтому но я думаю вот как раз на телевичные фотки очень хорошо использовать свет студийный давайте дальше попросим самую простую историю сделать это на на фли на флете чего-нибудь прыгнуть нам как для фотографов фигуры по сути дела не обязательно то есть ну нам же нужен атлет который кто что-то делает у нас есть красивая локация и мы туда просто вписываем атлета который делает просит и трюк нам для фотосессии всегда почти всегда скажем так нужна какая-то яркая одежда белые штаны красная футболка например понятно то есть черная темная и с ним сложно во первых ночью снимать вот во вторых все сливается вот между собой руки ноги и очень ну каких-то таких определенных условиях тяжело видеть поэтому на съемке а либо вы сами говорите ну либо атлет предложит что надеть должно быть яркая за исключением игру каких-то случаев конкретных я хотел сказать про соревнованиям у атлета естественно куча спонсоров и атлету важно светиться разных сми понятно что профильные скейтбордические какие-то индустрийные сми они выбирают не по цвету одежды они смотрят трюк атле атлет какой ну изначально там может известный неизвестный вот но сми не профильные они будут выбирать по красивости картинки если атлет в кадре будет красив ну там не за этом перьях там в золотых одеждах вот вот то они будут выбирать общую составляющую когда на черном фоне будет черный атлет они это не выберут особенно когда соревнования кем проходят в на закрытых стадионах на закрытых площадках сми не профильные выберут человека который был в ярком вот смотрите видите такая красивая рифма да у нас получается но ярко ведь я специально не доэкспонировал в надежде что сейчас я поставлю парочку вспых да и мы попробуем начнем соли трюк попроще покажемался олли ребятам смотрите как выглядит трюк вот понятно что нужно самой верхней фазе снимать то нам нужно достаточно мощные рассеиватели потому что это не портрет и штука как говорится опасная что-нибудь может отлететь атлет может упасть но и просто как-то неудачно поехать поэтому нам надо что-то помощнее тоже вспышки там не надо сильно высоко задирать чтобы не знаете чтобы устойчивые были 8 поставим для начала короче все экспериментально я ттл никогда не использую поэтому вообще пофиг для начала просим атлета просто постоять он встает мы вообще смотрим по ракурсу нам окей или надо подальше ну предположим вот здесь да он будет делать трюк нормально тебе да давайте посмотрим как будут два контровых смотреться с таким фоном поэтому чтобы атлета не гонять постоянно настраиваем свет по нему стоящему плюс у него будет прекрасная фотка лайфстайл доской . ты запомнил разгона тебе хватает смотрите то есть я на нем фокусируюсь у меня дырка три с половиной и я перевожу в мануар все я готов прыгай в принципе он фокусе по ногам типа ok вот но зачем бы сделал я бы добавил мощности вспышкам и больше провалил фаны это значит что мы можем дырочку под закрыть поставить десяточку если вы опять же вдвоем они куча народу то опять же просите атлета встать на это место и еще раз ну как бы сфокусироваться вы же заменили вот вот так уже даже поинтереснее готов погнали прыгнул чуть-чуть рановато чуть попозже окей опять прямо супер рано сейчас еще еще раньше ты прямо если считаешь что поздно значит кайф а вы если считаете что вы рано нажимаете значит правильно ну нас портретик давайте чем мягонькая поснимаем соответственно нафиг этот свет не будем использовать условно говоря возьмем и попросим не знаю макса день посидеть вон опять же на той фигуре соберем софтбоксик тут есть там модный софтбоксик но если у вас нет софтбокса подойдет и обычный белый зонтик на просвет либо серебристый вот такой на отражение когда я начинал фотать еще в красноярске я взял брал обычный зонт денег не было и да и купить что-то по-моему негде даже было я бы взял обычный зонтик распотрошил его и по выкройкам просто шил белым конечно весь кривой косой был но ну блин работал бывают на рассеивателях даже таких больших устанавливается если по нам и по-научному говорит коллиматоры да они сужают световой поток то есть устанавливаются такие соты может кто-то видел вот они сужают световой поток не дает ему так но нам это сейчас не надо вообще я обычно на улице снимают зонтиками потому что это не закрытое помещение и тебе не нужно прям четко светить на модель то есть атлет он не профессиональная модель не актер и как-то его нужно настраивать всегда очень хорошо смотрятся различные диагонали я думаю да иногда фотку заваливать чтобы диагональная композиция это более динамичная композиция была в портретах в съемке особенно в полный рост это всегда возможно то есть допустим у нас поза туда вы снимаете оттуда и голова не туда вот так вот развернуто видите поза получается динамичная знаете fashion так как не снимает так и туда атлет стал и так показываете вообще в идеале сами вот четко руку сюда могу сюда смотрите какая следующая мысль если вы посмотрите наверх вы увидите ну симметричную картинку зеркальная да вот вы смотрите на меня да вот сейчас ноги у меня есть все меньше и меньше и меньше и меньше значит нам что нужно сделать попросить чтобы тимур чтобы он делал ну пусть будет тэйл вип но либо можно бани бар попробовать сделать ну и вы понимаете да что нам нужно вот это все пространство нас она симметричная то есть атлет у нас небольшой а все пространство у нас попадает в кадр ну естественно трава как бы не нужно нам вот эти все бетонные урбанистические штуки а давайте еще знаете как сделаем попробуем поставить вспышки сзади девяточку поставлю чтобы не сажать сильно батарейку и вот это у нас рассеивание она везде должно где-то там светить я посмотрим вообще как-то выглядеть будет